В православной иконографии широкое распространение получили образы Пресвятой Богородицы. Чудеса, происходящие через эти изображения Царицы Небесной, послужили аргументом для утверждения догмата об иконопочитании. В день памяти Казанской иконы Пресвятой Богородицы, одного из самых известных образов Богоматери, митрополит одесский и измаильский агафангел возглавил Божественную Литургию в одноименном храме Одессы. Икона Пресвятой Богородицы Казанская известна каждому православному христианину. Именно этот образ находится в домах даже у нецерковных людей. Пожалуй, в настоящее время это самая распространенная икона. В Одесской епархии есть храм, посвященный Казанской иконе. 4 ноября он празднует уже целых 170 лет с момента основания. Высокопреосвященнейший архипастер, митрополит агафангел, посетил в этот день один из старейших приходов города, где возглавил праздничную Божественную Литургию. И небосвратно надежды и мочи, плотя избавление всех зол, всем полезные дары. И всем спасибо, Городец и Дево, и мы си Божественным укропом, рабом твоим. Пресвятая Богородица, несомненно, покровительствует всему человеческому роду. Еще когда она носила во чреве Спасителя мира, то пророчески о себе сказала, что ее ублажат все народы. Иконы Пресвятой Богородицы – это видимый знак ее заботы о нас и вместе с тем нашего почитания ее. В учении Святой Церкви раскрывается смысл почитания икон. Взирая на образ, человек восходит к первообразу. Мы поклоняемся не изображению, а тому, кто изображен. Иначе говоря, иконы нужны нам, чтобы ассоциировать, связать мысленно наши молитвы с теми, кого мы не видим, но чувствуем духовно. И в обилии церковной иконографии ведущее место занимает лики Пресвятой Богородицы, той, кто непрестанно ходатайствует за весь мир. Она ходатайствует о всех нас, желая нам спасения, и чтобы мы вошли в небесные чертоги славы Божественной туда, к престолу Сына Своей Бога. И она хранит города и села, она хранит Русь Святую, которая стала Думом Пречистой. Храм Казанской иконы Пресвятой Богородицы – это небольшой удел Небесной Царицы. Это и памятник храма строительства прошлых веков, и символ покрова Небесной Царицы над Одессой. История этого храма переносит нас в прошлое, когда в Одессу привозили с Афона многие святыни. Святыни, которые даны были городу во благословение, это тоже очень важно. Тем более, что важно еще сказать, что афонские святыни неоднократно были привезены сюда, в Одессу. И везли их через пересыпь, потому что прежде чем была построена железная дорога, был морской путь и был сухопутный. Прихожане и настоятель храма были особо рады приезду своего архипастыря. Хотелось бы сказать, выразить слова глубокой благодарности нашему владыке, который всегда по возможности в этот день приезжает в наш храм для того, чтобы возглавить божественную литургию, что придает богослужению особую торжественность и особую молитвенность. По завершении божественной литургии был совершен крестный ход, во время которого владыка осветил крест на могиле покойного настоятеля храма Протеерея Григория Каюна. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова